Первую очередь Бзугинских очистных сооружений запустили в 2013-м. Вторую успели возвести только на две трети. Итог – самый современный на тот момент в России комплекс заработал только наполовину. Система автоматического управления не была смонтирована. И сооружения, и лаборатория работают в ручном режиме. Но, тем не менее, на качестве очистки это никак не отражается. В море попадает только чистая вода. Последние три месяца МУП «Водоканал» занимался восстановлением систем аэрации. Дело в том, что из трех линий работали только две. Из-за чего производительность очистных снизилась с проектных 70 до 45 тысяч квадратных кубометров стоков в сутки. С ноября мы начали этим заниматься. Порожнили их. Он был не работающий, но заполнен почти наполовину. Объем очень большой. У него глубина 12 метров. И начали восстанавливать вот эту пластиковую систему подачи воздуха. Как мы и говорили, в начале марта мы закончили подготовку оборудования самого аэра-тенка. И начали производить запуск в работу. Ну вот на сегодняшний день можно сказать, что третий аэра-тенк в работе. И можно сказать, что первая очередь очистных в Зугу сегодня способна очистить 70 тысяч метров кубических в сутки. Такой мощности очистных хватит для бесперебойной работы даже во время высокого сезона. Чемпионат мира по футболу курортный сезон – первоочередная задача города Сочи. Я считаю, что сегодня «Водоканал» обладает довольно квалифицированным кадром своих сотрудников. Я уверен, что они справятся с поставленной задачей. А вот так выглядит цех сушки. Сегодня он годится разве что для проведения пресс-конференций. Пока он не работает, и потому весь осадок приходится вывозить в Белореченск без должной обработки. За что приходится платить в 10 раз дороже. Запуск этого важного звена – тоже одна из главных задач. Что касается второй очереди очистных, сейчас проводится экспертиза. Решается вопрос – достраивать или начинать все заново. Предварительная цена вопроса – примерно 1 миллиард рублей.